Это Мася. Куда же мы без Маси? Да на батарее. Мась, тут так жарко, а ты все на батарее сидишь. Что там у тебя? О, понятно. Царь горы называется. Да, мой хороший. Просто настоящий царь горы дружит с попугаями. Вот они так вот и сидят друг напротив друга, разговоры разговаривают. Без Маси, конечно. Ой, какой крик. Ой, какой крик. Все хорошо, ребята. Без Маси, конечно, и разговор не в разговор. И где-то у нас еще бегает наша Гулена. Да, Маська пошел. Маська решил, что ему надо все-таки посидеть где-то сверху. Нет? Все, надоело тебе ходить домой спать. Мась, может еще походим? Нет? Еще не поздно. Ну, иди ко мне. Давай вместе погуляем. Маська, давай. Давай, мой красавец. Хороший все-таки обезьян. Чудесный. Чудесный. Очень мне нравится Маська. Он невероятно самостоятельный. В общем-то, не признающий никакого понебратства. Хотя иногда, но я уже показывал, да, как Мася мурлуйся, когда ему нравится на мне сидеть, когда я его глажу. А так, занимается сам с собой. Гоняет всех, кто неправильно себя ведет. Строит гуляющих сурикат, строит гуляющих лисиц. Ну, короче, всех, кого можно, всех Мася строит. Да. Масянь, давай на мне посидим. Ну, что ты в самом деле? Ну, а то ты как неродной сегодня ходишь где-то по батареям, неизвестно где, неизвестно что делаешь. Рассказал бы ты что-нибудь, Маська? Что-нибудь такое интересное, увлекательное, жизненное. Где у нас фокус? Фокус у нас вот. Что-нибудь жизненное расскажи. Масюндер, смотри-ка, там картинки. Ой, точно, картинки. Вообще. Вообще. Кто-нибудь помнит, как Мася к нам попал? Эту замечательную историю, как Мася не удалось стать иностранцем. Очень любопытно, да, Маська? Вообще ты мой красавец. Сейчас у нас вот настраивается все. Ты же мой золотой. Ты же мой золотой. Маська, ты лучше всех, да, я знаю, я знаю. Ну, Пепа тоже хороша, конечно, надо как-нибудь с Пепой поснимать. Так, где у нас фокус? Где фокус? Вот он фокус, темно просто. Вот он фокус. Маська самый крутой. Я не знаю вообще круче обезьяны. Просто, просто блестящий. Валяться? Ну, давай валяться. Что будем делать? Давай валяться, ладно. А, не трогай меня, не трогай меня, я здесь главный. Я не хочу, чтобы меня трогали. Ой, Маська. Масенька, Масенька. Запасенька. Вот ты кто. На. Что у нас сегодня тут происходит? А? Мась, какие изменения? Кого надо пружать? Кого надо хвалить? Что делать будем? Очень интересно. Камера, объектив, прямо вот что-то такое происходит. Обязательно надо посмотреть. Да? Камера прекрасный. Что-то мне здесь жарища. Ну как, повернись лицом к зрителям. Ты посмотри, они все за тобой наблюдают. А ты ворачиваешься непотребством каким-то своим. Ну, не настолько уже лицом. Ну, нет, нет, нет. Ну, лицом, но не настолько. Это уже сливки. Я все понимаю, Мась. Я все понимаю. С обезьянами. Сейчас. Ой, вот буквально вчера, буквально вчера случайно зашел и увидел, что у Дана Запашного страшное несчастье. Дан, я сочувствую невероятно, просто невероятно, потому что я понимаю, какая это жуткая утрата, потому что у него погибло шимпанзе, в течение многих недель делали просто все, что могли. Если там задействовано было все, это ужасно. Я понимаю, что он от обезьяны просто не отходил. Я не знаю. На мой взгляд, это один из уникальнейших дрессировщиков, которые относятся к животным, я не знаю, чуть ли не лучше, чем к собственным детям. И это очень, очень тяжело. Это вот по поводу обезьяны. Потому что его шимпанзе работали голосом. Вот просто голосом. Не какими-то там стеками, чем-то еще. Нет. Он просто, я смотрел на его дрессировки, он просто просил поднять левую ножку. Обезьяна поднимала левую ножку. Он говорил, нет, чуть-чуть повыше. Она поднимала чуть повыше и при этом улыбалась, довольная. Вот видно, что она как ребенок работает в радость, ей удовольствие. Это игра. И у него, конечно, отношение к своим шимпам невероятное. Я очень сочувствую даму. Это зверей терять тяжело, а это уже люди. Я не знаю. Столько лет провести вместе круглосуточно. Я помню историю, как ты воспитывал обезьян, что 3 или 4 года ты провел с ними круглосуточно. Просто не выходя. Без компаний, без гулянок, без ничего. Только с обезьянами. С детьми так не занимается. Вот, ладно. А мы вернемся вообще к нашей обезьяне. У нас тут тоже обезьяна есть. Правда, не такая крутая. Масян, ты опять на батарею. Что ты там творишь? Ну, ты посмотри, что с батареей ты сделал. Да? Это виноград наворованный. Это вообще все подряд. Тебе не стыдно, Масянь? Ну, я понимаю, конечно, ты меня любишь, и тебе не очень стыдно, да? Потому что... Ну, что же делать? Так получилось. А куда девать еще виноград, который украл? Давай почешемся. Масян, где тут у нас свет? Более-менее ничего, чтобы был. Ой, как ты хорош. Как ты хорош. Как ты... Ну, в камеру, в камеру. За что это? Не трогай камеру. Не трогай камеру. Драчун. Драчун. Ты драчун меня. Ты мой маленький драчун. Куда? Куда ты собрался? Ты не знаешь, куда. Или прыгнуть, или на задних лапах висеть. Что делать, что ты хочешь? Давай помогу, Масян. Ну, ты же так замечательно мурлыкаешь. Мне так нравится. Нет, вот сегодня у него нет настроения мурлыкать. Ой, простите. Попугаи – это попугаи. Я вот почему с трудом отношусь так вот к попугаям, потому что это сплошные резкие звуки. Да, Масяненька, мой хороший Масяненька. Какие красивые обезьяны. Да, вот удивительно, Саверия. Посмотрите, тут и зеленый, и черный, и белый, и желтый, оранжевый прямо. И чего только на нем нету. Поразительная, конечно, окраска. Помните, да, что в Саимире называется еще обезьяна-мертвая голова? Понятно почему, да? Смотрим на морду и, в общем, понятно, почему мертвая голова. Голова, рисунок вроде бы даже где-то такой, рисунок черепа. Опа, отдай, отдай, аппарат. Ну, ладно, все, все, все. Подумаешь, проблем. Снимают его, поснимать уже нельзя. Нежный ты какой у нас. Мурлыкать не хочешь, сниматься не хочешь. Ничего не хочешь. Маська, вот, напишу когда-нибудь книжку и про твоих сородичей. Как я их видел в суринаме, бегающих по пальмам. А то, что все вот взялся вторую про Вьетнам писать? Что-то там уже, оп, что-то украл. Что-то у кого-то спер. Да, вот, а я сегодня сурков клал в зимовку. Вроде все хорошо, они же добрые, они ручные. Но они держатся ручками, поэтому вот меня тут обдержали, уже по самое не могу. Я весь обдержанный, весь исцарапанный. Сурки в домике, но пока не спят. Пока там шебуршатся, устраивают зимовье, сено таскают, стучат орехами. Ну, в общем, развлекаются по полной программе. Так, а ручки все еще дрожат. Ручки все еще дрожат. Это, конечно, капец. Надо поправляться, потому что так, конечно, не очень хорошо, когда не можешь даже нормально держать камеру. Я думаю, что тот, кто у нас бывает на канале, он знает, что если я снимаю, это обычно ровные съемки. Я умею держать камеру. А тут вот уже второй или третий день я сам вижу на экране, на дисплее, как это все дрожит. Тут приходится двумя руками держать. Ну, ладно, надо поправляться потихонечку. Вы понимаете, да, как мы живем? Вот я сейчас в таком больном состоянии, но все равно я на работе. О, все, Мася в кладовку пошел. Ну, понятное дело, в кладовке-то интересно, там всегда что-нибудь можно найти. Любопытное. Там всякие корма, там всякие мучные червяки. Ну, и, в общем, поразвлечься, в конце концов. Да, Масянь? Вот. И вот, собственно, у нас жизнь такая, что... Ну, у тех, кто занимается животными, жизнь такая, что никого твое состояние особо не интересует. Больной, не больной, будь любезен, занимайся. Работай. Мы слуги своих зверей. И это правда. Потому что, чтобы им было хорошо, мы не должны обращать внимание на себя. Иногда это довольно тяжело, потому что изредка, но бывает так, что совсем уже плохо. Вот, смотрите, кто пришел. Кто пришел? Кто ко мне пришел? Что красотуся моя? Опа! Она быстрая, как как торпеда. Она бегает с такой скоростью, что я обычно... Нет, уйди, уйди, уйди. Букальничка, букальничка, из объектива. Все. Ей нужна камера. Букаша, не грызи камеру. Ну, что ты делаешь? Что такое? Что ты? Видали, да? Видали? Вот. Вот. Вот она такая вот жизнь. И всех их воспитывает. А они тебе все благодарны. Вот так. Кнопочку оторвем, что-нибудь отгрызем. За нос укусим, за очки схватим, безусловно, в глаза пальцы засунем. Ну, потому что это же любопытно, а что они там моргают? Надо туда засунуть палец. Вот. Какая-то... Ой. Какая-то вот такая веселая жизнь. Букашечка! Букашечка! Все. У нее там есть уголок. Я, когда ее ругаю, она она в него прячется. Скоро всем спать уже, потому что ну, еще часочек. Уже к синим часам. Еще часочек и все. И всех будем укладывать спать. Хватит. Ай, заразина. Мелкая заразина. Давай, прыгай обратно. Прыгай, прыгай, прыгай обратно. Давай, 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 давай. Давай, Букаша. Ну, давай. Всем интересно, как ты умеешь прыгать. Давай, мои хорошие. Прыг, прыг, скок. Ну, солнце мое. Вот-то, вот-то, молодец. Вот. Все-таки, все-таки, я, конечно, очень доволен, что у нас появилась букашка. Она очень приятное существо, хотя и несносная, как муха. Ну, действительно, как муха. Особенно, когда работаешь, когда что-то режешь, у тебя нож в руках, и она скачет обязательно у тебя под руками, обязательно под ножом, поэтому делаешь все медленно, чтобы, ой, чтобы ничего с ней не происходило. Букашка, где ты? Я тебя не вижу. Вот, вот она. Вот. И, конечно, очень мешает порой работать. Не висни на аппарате, не висни на аппарате, говорю. Да что ж ты такое за обезьяна-то? Обезьяна ты, обезьяна! Но, несмотря на то, что она очень мешает работать и порой очень мешает жить, но она настолько позитивна, она настолько хороша и настолько, в общем, нас любит. Да, ну, да. Ну, и я ее люблю, конечно. Вот. Да, Букашечка? Как ты у нас? Вполне ничего, вполне счастливая. Прыгаем. Ха-ха-ха. Вот так. Научили. Давай, беги обратно. Обратно беги, обратно, обратно по руке. Давай, Букашечка, ну, пробеги обратно. Нет, вот теперь мы будем на плечах сидеть, а я поверну камеру, сразу убежим. Вот точно. Говорю по руке, пробеги. Нет, нет, нет. Ремешок, висеть, качаться, вот так, оба-на, вот оно, вот оно, счастье, качаться на ремешке. Царапуха, ты царапуха. Этих бандитов сейчас не стал даже выпускать. Сегодня они арестованные, просто они обиженные страшно, потому что, ну, не любят они быть арестованными, они любят тоже вместе со всеми. Букаша! Ой, Букаша! Ой, Букаша, ты убьешься у меня когда-нибудь так прыгать. Я ругаться буду на тебя, ты что? Нельзя так. Вот. Вот эти вот сегодня арестанты, потому что, ну, я, говорю, я такой приболевший и очень сильно заторможенный. И так долго работал дольше, чем обычно. И если бы у меня тут скакало четверо, а не двое, то мне вообще бы жизни не дали. так-то и эти двое, да еще сурикаты под ногами, ну, в общем, жару дают все. Поэтому лишние лапы пришлось убрать, потому что корок с обратом, где ты там, Букашничка? Вот она, вот она, вот она, моя хорошая, вот она, моя красавица. Нет? Вот. Потому что тогда все четверо будут пихать лапы под нож, масочка время от времени будет тоже выпрыгивать откуда-нибудь, и все это будет очень, очень неудобно. Да, мой красавица? Да, мой красавица. Ребята, простите, вижу, просто трясет. Ну, трясет, извините. Вот, несколько дней и все придет в норму. Число, наверное. А может и нет. Все. Ладно, давайте надеяться, что несколько дней и все придет в норму и все более-менее устаканится. У меня большая вам просьба, не покидайте наш канал. Мы, конечно, не всегда выдаем что-то мимимишное, не всегда что-то очень интересное. Иногда это какие-то заумные штуки, иногда это просто чтение книжек, но кому-то надо и это. но иногда вот бывают какие-то мимимишности типа букашек, ковыряющийся в камере у меня. Стыдоба. Вот стыдоба. Все. Все. Давай прощаться, букашек. Давай сейчас повернем мониторчик. Где ты? Где ты? Что ты? Понимаете, да? Вот вот такая жизнь. Ой, что-то что-то у меня с глазами. Кажется, я так смотрю туда и вижу, что что-то у меня с глазами. Такие выпучили. Немножечко. Все. Чтобы глаза совсем не выпучились, пока. нет, слушайте, еще не все, я же забыл о главном. Да? Не-не-не-не-не, буканчик, подожди, 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 подожди. У нас же вечерний... Эй, эй, голову убери. Сама, что ли? Неужели сама? Ну, подожди, ты не в камеру. Молоко, молоко. Ну вот, шприц, все. Хорошо, давай, покажи, как ты умеешь хорошо. Вечернее молоко. А то мы так попрощались, а молоко-то на ночь, ну вот. Да, бука каша моя. Да, моя бука каша. Как же шприц молочка не выпить на ночь. Букашка, ты аккуратнее глотай, а то я не очень вижу, что ты там делаешь. у меня видоискатель не очень крупно показывает. Вот, красавица, красавица, девочка. Ай, какая хорошая. Подожди, сейчас еще. Я понимаю, что второй это уже так, но давай уж. Давай уж и второй. Ой, все. Ты что напугал-то ее? А? Такой огромный примчался пугать-то. Ох ты. Ох ты, Мася. Ох ты, Мася. Ты молоко будешь? Нет? Не хочешь сегодня? Ну, он тоже вот иногда хочет, а иногда нет. Все. Букаша что-то сегодня Мася боится. Мася носится как слон. Ладно, давай. давай так. Давай так. Личик-то поверни, бюльчатай. Ой, какая девочка. Да. все. Хватит, а то лопнешь. Все. Давай в кровать. Иди сюда. Сейчас она будет капризничать, потому что не хочет. Но все равно, знаете, вечернее молоко и дальше надо спать. Ай! Ай! Укаканя! спать в гамачок. Теплый гамак и бай-бай. Вот теперь до свидания. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok